Этот человек был избран директором Магнитогорского штамповочного завода ровно 100 дней назад. Накануне выборов, а они были бурными и борьба за директорское кресло велась нешуточная, мы договорились встретиться с победителем ровно через 100 дней. Нам, не скрою, импонировало то, что именно Александра Михайловича Алокина поддержали почти все рабочие завода. И главной нашей задачей во время съемок на этом предприятии было узнать, оправдал ли он эти надежды. Начинаем жить. Ну, вот в две смены уже первая «Ласточка». Раньше работали давно-давно в три смены, а сейчас в одну смену, а сейчас в две. Ну, новую продукцию стали выпускать, жилу голую, это воздушку новую продукцию. Совсем ее раньше не выпускали. У нас столовая очень дешевая, я считаю, вот по нашим. Ну, сколько можно пообедать? Хорошо пообедать у нас на пять тысяч – отлично. Штамповочный завод – старейшее предприятие «Магнитки». Мне повезло. Я застал директором еще Шапира, человека-легенду. Хорошо знал Федорова, умницу и реформатора. Потом в общении случился перерыв, во время которого слышал – завод катится вниз. Но это ничуть не удивило. На фоне опрокидывающихся титанов – ЧТЗ, Сипсельмаша, ЗИЛа – это крохотное предприятие было просто обречено на скорую смерть. Но оно – живо. Спокойная обстановка стала на заводе. У нас объем работы теперь есть. Мы теперь выходим на работу и знаем, что мы будем работать. А раньше мы были в сомнении, что у нас будет что-то. У нас появилось настроение на работу охоты идти. Охота, да? Да, бывает. А вы знаете, что вы шьете и кому? Для отдела народного образования города. У вас на заводе изготовляются стульчики для детских садов. Это ведь тоже неприбыльная продукция, да? Ну, это тоже, тоже самый же заказ. Один и тот же делают стульчики. Вот мы шьем для них курточки, халаты. Курточки, халаты, фуфайки, тельняшки – конечно же, не основная продукция завода. Но здесь хватается за любой заказ. И готовы выполнить работу индивидуальному клиенту и коллективному. Вот эти 150-ти миллиметровые гвозди выпускать, конечно же, выгоднее, чем эти до 40 миллиметров. Но маленькие идут в лед и за деньги, и по взаимозачету. Или взять, к примеру, эту косую петлю. Мелочь, но именно она позволяет двери закрываться самой, без пружин. Знающие люди сделали заказ, а теперь и вы среди них. Или колпачки для изоляторов. Дефицит огромный. Гор-электросеть готова гасить долги заводу. А всего заказ на это тоже, казалось бы, мелочь составил сумму 126 миллионов рублей. Я знаю, что вы работали очень долго финансовым директором. То есть, что сейчас важнее для командира производства, быть технологом или финансистом, коммерсантом? Ну, сегодня, когда экономика страны, можно сказать, развалена, в первую очередь, все проблемы сталкиваются. Технологии у нас существовали в России, самоделкины у нас все были всегда. Все это есть. Решим любые проблемы. Проблемы, которые сегодня не решает государство, должны решать мы сами сегодня. Это экономика, это финансирование, это оборотные фонды. То есть, в первую очередь, нужно быть экономистом. Пытаться любыми путями выплатить заработную плату, приобрести сырье. Мебельный цех завода, понятно, не конкурент итальянским фирмачам, продукция которых стоит в несметных количествах в салонах для богатых. Но именно здесь изготавливают письменные столы для школьников, которых почему-то в наших магазинах днем с огнем не найдешь. И остальная мебель сработана со вкусом и на совесть, да и по карману многим. А вот вам еще один, теперь уже металлический пример. Что такое сорт, знает не только брокер, сколотивший состояние на разнице в ценах и на нашем ротозействе. Здесь, в метизном цехе завода, тоже делают уголок, швеллер, другие хладнокатанные изделия. Но все это небольшой длины, в аккурат для селян, которые за ценой не стоят. Опять скажете мелочь и будете правы. Для металлургических гигантов, таких как ММК, это конечно же мелочь. Но он летает в других эшелонах промышленных высот. И ему сверху мелкие деревенские проблемы не разглядеть. Я вот помню лет, наверное, 15 назад, картину в кабельном цехе видел, в старом, когда люди цепи гнули руками, клещами, плоскогубцами. Цепь, дефицит в сезон. Это сезонная продукция, которая к осени будет разбираться местными колхозами, совхозами, селянами. Сход привязывает, да? Сход привязывает, да. Она будет разбираться очень быстро, хорошо. Поэтому сейчас мы заготовили уже проволоку. Будем включать цепевизальный автомат, тонн 10 наделаем, чтобы к сезону мы ее продали. Главное, что сумели понять на заводе, есть, существует масса неиспользованных возможностей для расширения ассортимента, а значит производства. Магдагурский кабель и телевизионный, силовой знают везде и давно. Но сегодня особый спрос на голый алюминиевый провод. И он пошел широким потоком в Нижний Новгород, за автомобили Волги и Газели, другие российские заводы. А это предмет особой гордости заводчан. На четырех пресс-формах в две смены запускают сейчас в производство эти коробочки-дозаторы. Для кого сахар белая смерть, тот хорошо знает, что такое сусли, заменитель сахара. Вот его-то и рассыпают в Челябинске в эти коробочки. А на заводе хотят это делать здесь, в магнитке. И будьте уверены, они своего добьются. Вот пример. Мало кто верил на заводе, что столовая, которая не работала несколько лет, способна кормить людей горячими обедами. А оказалось, еще как способна. Больше, чем целую пятилетку люди ходили на работу, как машинисты, железнодорожники. То есть с тормозами, с узелками, с едой. Мы, значит, приняли с обхозами совместные договора, заключили которые, поставляют нам за нашу продукцию продукты питания. Теперь, в принципе, столовые налажены питания, люди постоянно ходят, обедают. Для получения максимальной прибыли сегодня мало выпускать продукцию с низкой себестоимостью. Жучки от торговли, я имею в виду всякого рода посредников, камня на камне не оставят от с таким трудом полученной рентабельности. На заводе решили часть продукции продавать самостоятельно. И только с этой целью приобрели два магазина. Один в Орженекидзевском, другой в Пробережном районах. Выползли вы из пропасти, Сергей Михайлович. Посмотрели, весь цивилизованный мир живет по каким-то законам новым экономическим. Наверное, нас готовили 70 лет к другому. Сегодня надо переучиваться на ходу, надо думать, смотреть вперед. Есть желание у всех, по-моему. И когда народ-то избирали, ведь смотрели, надеялись на лучшее, а не на то, чтобы вернуться к прошлому. Вы жесткий или мягкий человек? Говорю я всегда вежливо, мягко. Но, правда, приходится быть и жестким. Народ-то кого выбирал? Доброго царя-батюшку или наоборот, жесткого управленца? Нет, я думаю, что выбирали логику, выбирали экономику.